Всем привет! Вы, наверное, меня все потеряли. Да, девочки и мальчики, а также их родители? Ещё не записывала. Могу объяснить, почему. Сильно-сильно переболела я обострением хронического бронхита. Чуть не погибла от этого кашля. У меня был очень сухой, сильный кашель. Две недели загибалась от боли от кашля в животе. Где-то, наверное, второй день почувствовала себя получше. Очень сильная. Я не знаю, я всю жизнь болела бронхитом. У меня хронический бронхит. Но такого бронхита у меня не было. Обострение. Это что-то было страшное. Это что-то с чем-то было. Сначала пошли сопли. Густые какие-то вообще, короче. Ужас. Нос не дышал, завалило. Ни с собой, ни сего. А, почему ни с того, ни сего. Коля переболел у нас. Да, Коля температура. Может быть, из-за него инфекцию поймала. Голос еще вон у нее остановился. И вот. Потом, короче, через дня три кашель. Сколько таблеток перепила. Пока не начала пить антибиотики. Ничего не помогало. Сколько лекарств? Две недели. Две недели. Ночами не спала вообще, девочки. Вообще не спала. По слову, совсем. Спала я, наверное, в сутки. Может быть, все вместе, если взять. Может быть, час, может быть, полтора. Ходила как зомби, как маятник. Не дай бог никому. Я думала, все. Я думала, загнусь и помру. Кашель беспрерывный. Кашель сухой. Как я могла записывать что-то, да? Ой, а сейчас угадайте, чем я занимаюсь. Время у нас 23.40. Воскресенье сегодня. Я делаю блинчики. Развела я их все днем. Что-то у меня настроения не было выпекать. Полозильное тесто убрала. И вот где-то, наверное, час назад я встала. Думаю, надо сделать. Ну что, на кефире вчера сделала. Вот. Ой, вчера, сегодня, господи. Уже все, уже клинит у меня. На кефирчике развела. И, короче, забабахала, девчонки. Вот, кстати, сейчас я покажу, с чем я делаю, с какой начинкой. Вот. Вот. Президент с клебами. Плавленый сыр. Готовлю я сыром с таким. Вообще, ну, сырная начинка я готовлю в блинчике в первый раз. Я не готовила с сырной начинкой. Думаю, надо что-то сделать. Просто блины неохота, да. А мясо-то есть. Но мясо надо крутить. Думаю, что я сделаю с сырной начинкой. Ездили мы с осиком. Когда мы ездили. Так, сегодня у нас воскресенье. В пятницу. Да, мы ездили в пятницу, по-моему. В пятницу или в четверг. В ветклинику. Сделали, значит, мой снимок. Что я могу сказать по поводу перелома. Перелом заживает. Кость заживает плохо. Но заживает она. Держится, значит, за счет конструкции этой спиц. Косточка, да. Костная ткань. Сама костная ткань еще не нарастает. Это новая костная ткань. Еще не стала нарастать. Еще нет ее, короче. Не нарастает она. Вот. Она должна еще сверху. Она пусть нарастать. Ну, она ровная. Все там по снимку показывает. Ой. Перелом, конечно, серьезный. Устико. Прыгает он на трех лапах. Иногда наступает на четвертую лапу. Ходит, когда медленно ходит. Разрешили нам гулять. Гулять мы так еще не выходили ни разу с ним. Вот. Потом что еще? Купаться разрешили. Я вчера его... Нет, не вчера, опять. Сегодня. Не. Но купала. Операция у нас была 15 декабря. Упала у нас 13, да? 13. С тех пор он был не купанный. Сколько там? Пять недель получается. Вчера я его накупала. Все. У меня чистенький, расчесала. Как всегда, обычно. Прилично. Все красиво. В Питер мы не поехали, потому что... Ну, какой может быть Питер, да? Когда болеешь, тут вообще не до Питера. Я говорю, девчонки. Кошмар какой-то вообще. Думала, все. Я думала, у меня не пройдет. Я думала, помру. Угу. Вот. Это раз. А вторых, иостика не могу оставить сейчас. Врач нам сказал... Сначала говорил, что будет спицы снимать где-то 15 февраля. Сейчас он сказал нам, короче, этот... 15 февраля надо еще делать снимок. Три, четыре, пять. Вот. А, где-то... Ну, до 15 марта... До 15 марта буду снимать спицы. Вот. Итого, то бишь, три месяца. Если будете со спицами ходить. Ну, спешить мы не будем. Пускай ходит со спицами, потому что со спицами он ходит, да? Это... Чтобы не травмировать ногу, лапу. Так лучше заживет. Вот так, девчонки. Ездили мы с Сережей на такси взяли. Такси взяли, дядя Петер. Короче, поехали. Знакомы. Очень дешево. Он снова взял денег. Вообще. 800 рублей. Туда и обратно. До Новочи Баксарской. Назад. Это вообще дешево. Это просто даром такси. Он пока знакомый мой. Вот. Пошли мы купили. Короче, там. Масосик был в такси. Пока сделал я сходил снимок. Потом я его посадила. В переноске в такси он сидел у нас там, да? Нас где-то... Около трех часов мы вместе за рогой были там. По магазинам прошлись. Часа два. На десяти где-то около. Да, на десяти, что ли. Примерно около десяти купили продуктов. Я хотела сделать обзор. Показать им, что купили. Ну, я так себя плохо чувствовала. Мне так было тяжело дышать. Это еще кашель постоянный. Ну, думаю, как я буду записывать. Потому что кашель. Кашель, кашель. И насмерть это было без перерыва. Вот. Поэтому, девчонки, не обессудьте. Ничего записывать не стала. Да и давно ничего не записывала. Потому что, ну... Вот так вот. Я знаю, что вы меня потеряли. Многие спрашивают, куда пропало. Как у нас дела? У нас дела нормальные. Все ровно, стабильно. Сегодня... Завтра, вернее, уже с утра еду в Чебоксары. Хочу купить... Диван. Тахту на кухню. Съезжу, значит, мне надо... Ну, я так и зубы не недоречила. Которую я лечила, временную бомбу поставила. Нужно перезаписаться мне в больнице. В больнице, короче, этот. Влечить зубы и посмотреть диван. Вот. Если диван понравится. Я уже позвонила, короче, тут к знакомому. К своему тоже грузу такси. Он после обеда, прежек вечера, там его заберет. Уже без меня. И привезет домой к нам. Я хочу его поставить, этот, в соловую. Вот так. Спальное место мне надо еще одно, чтобы было... Ну, такой небольшой диван, ну, так-то, вы знаете, да? Такой нераскладной. Сейчас я вам покажу, что готовлю здесь. Вот такие блинчики с начинкой. Видите? Такая красота. У меня тут базар-вокзал, как обычно. На столе все прилично. Сейчас сделаю. И красота. И красота среди бегущих. Первых нет и остающих. Да. Язык еще болел очень долго. Зуб, короче, этот недалеченый. Ободрал мне язык сбоку. Короче, это караул. Ну, караул. Вот. Я не работаю. У меня спросите, может быть, работаешь ли ты, Оля? Нет. Девушки среднего возраста, красивые, не должны работать. Сами понимаете, да? Потому что работа у нас хватает в домике. Домики, девочки, в домике. Готовила вчера я мясо по-французски с картошкой в духовке, да? Хотела вам показать, да? А потом, знаете, вот настроения нету, знаете, вроде бы хочется записать. Но когда болеешь, когда себя плохо чувствуешь, честно сказать, вообще ни до чего. Здесь так. Вот. Вы, наверное, сами знаете, когда вы тоже болеете, тоже ни до чего. Это раз, а вторых, даже как бы мотивации, наверное, нет уже. То, что я... Ой, господи. Язык болит лишний раз, болтать не могу. Унитизацию уже отключили. У меня теперь же там 60 долларов, 63 доллара, что ли, у меня лежит. Которые их никогда не... Нет, они... Короче, не вытащу пока и подключу унитизацию. Ой, да и записывать, в принципе, нечего. Как я болею, как я плохо себя чувствую, что надо было вам записывать. Каждый день один и тот же. Готовка. Готовка, уборка. Все? Все? Вся любовь. В Питер поедем. Ну, наверное, я думаю, что, наверное, ближе к теплу. Сейчас, что-то и зимой мне влом, не охотой лететь. В принципе, сейчас зимой, что там делать? Там оттепель сейчас вся. У нас, конечно, морозы очень сильные были, по 35 градусов. В Питере, короче, этот. Когда у нас было 35, там минус 8 было. Семёжа с братом разговаривал, у них тепло там, по сравнению с нашей зимой. Серёжка говорит, у вас, говорит, зима, говорит, да, говорит, настоящая русская зима. У нас морозы так морозы. У нас морозы так морозы, девочки. Сейчас запекём блины. Да, мои красавицы. Ой. Пью, короче, этот. Антибиотик, АЦЦ пила. Там ещё какие-то, этот. Забыл сейчас, девочки, на, как это называется лекарство. Короче, от вирусов, от кашля, от чего только не пила. Осечка меня охраняет, вот сыночка мой, закон рожденный. Осечка, скажи привет, девочка. Осечка, скажи девочкам привет, мой красавец. Это мой красавец, это мой Осика. Это Осечка, да, мой хороший мальчик. Это самый красивый мальчик на свете. Да, это ляля такая. Это такая ляля, прям невозможная ляля. Вот так мы делаем хвостиком, туда и сюда. Я такая довольна, что я его накупала, потому что волосы у него были вообще, знаете, как сосули, все грязные. Но чесать я его расчесывала каждый день. Потому что длинные волосы, надо вообще постричь его по-хорошему. Но этот, если не расчесывать, там вообще свалялись бы волосы. Но я спросила врача, он сказал, нежелательно сейчас его стричь. Потому что все же там надо будет стоять в стойке, туда-сюда, да. У него потому что он очень сильный оброс, уже и на лапах там вот эти волосы. Ну длинные, длинные, надо хотел свозить его, ты мне постричь. Не стоит, говорит. Ладно. Его надо каждый день расчесывать. Волосы очень длинные, путаются. Вот. Если день не расчержишь, то караул, блин. Поставили сюда и решили поставить микроволновку, где стояла раньше у нас. С этой тубочкой вчера Кули сказала, поставь, говорю, мне здесь. Потому что там этот диван привезут. Место. Мама. Мама у меня дома сидит. Кому интересно, чем мама занимается. Ничем. Тоже дома сидит, смотрит телевизор, фильмы. Безится, не виделась, но спросила, как здоровье звоню. Не скажу, что каждый день созваниваюсь, каждый день созваниваюсь. Говорит, что нормально все. Ровно и стабильно. Сахар, говорит. Я говорю, сколько у тебя? Она говорит, ну, 7, когда 8. Ну, самое главное, чтобы не поднимался слишком сахар. Давление тоже, говорит, по-всякому бывает. Таблетки пью, пью, все. Все нормально. Ну, ровно и стабильно. Вот по поводу питера, да. Политет, наверное, я думаю, я не знаю, Сережа так предполагает. Девочки, заказывать не буду. Ну, сейчас январь, февраль, во-первых. Даже если бы не Осик, да, я все равно лететь не хочу. Но холодно, холодно, да. Смысл. Может быть, где-то в апреле. Хотели сначала январе, потом феврале, потом марте, да. Не знаю, девчонки. Пока я не настроена, пока у меня на Питере не стоит. Потому что гулять... Где пойдешь гулять, блин? Не охота. Вот верхняя зима, где же ходить там? Это все лякать, там это все такое. Каша там не хочу. Опять лишний раз постевать. Не хочу. Так, сейчас дай, делаем гречки. И все, девчонки. Будет нам красота. Еще два справа, блин, блин. Стричься я не стала, стричься, постригаться. Видите, волосы. Как я вас... Когда слигалась? В ноябре месяце. В ноябре? В числе 10-й, 15-го слигалась, да? В декабре, но и феврале. Сейчас не стала стричься. Зимой под шапкой не видно ничего. Вот. Да и болело, и времени-то, во-первых, нет. Надо же записывать, за к Наташей ехать. А во-вторых, хочу стричься под шапкой все равно. А вот. А в-третьих, я, наверное, сейчас волосы до весны немножко отращу. Где-то до апреля месяца. И поменяю. Просто форму стрижки какую-нибудь другую сделаем. А может, не буду. Посмотрим, короче, девочки. У меня 150 на неделе. Кто думает так, кто думает так. По-всякому. По-всякому. Сегодня буду днем готовить. После Сибахстар приеду, буду сделать суп с грибами. Ну, со свежими грибами, с белыми. И с этим сыром сплавленным. У меня еще есть упаковочка. Это сливочный. Сливочный. Сделаю такой супчик. Что-то еще хотела я сказать. Немножко поправлюсь, да. Получше себя буду чувствовать. Откроем эфир. Сейчас вот. У меня через два-три немножко наладится мой голос. Мое горло. Труба дела. Труба. Так, девчонки. Труба дела. Когда болеешь, вообще ни до чего. Ночами не спишь. Это бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух. Нет, ну я болела. Болела. Я болею всю жизнь. Да, с детства. У меня сильная каша всегда. Всегда у меня без каши не проходит. Вообще бронхет. Без антибиотиков. И у меня просто вообще ничего не лечится. Но в этот раз, это что-то с чем-то было бы с чем-то. Я знаю, что тяжело, да. Но это что-то с чем-то, девчонки. Караул, короче. Он вообще просто от слова совсем не проходил. Долго очень. Долго. Сухой. Главное сухой. Каши такой. Без мокроты. Это трындец. Ну вот, он пожаловался на свое состояние здоровья. Вот так сейчас сделаем. Будет нам красотулечка. Да? Все. Мальчики у меня спят. У меня мальчики очень воспитанные. Они у меня спят. А младшенький не спит. Да. Младшенький у меня вот, охраняет маму. Он не воспитывает на слово совсем, блядь. Дома было очень холодно, когда на улице морозы стояли. У нас еще в каждом углу розетки. Вокруг. В розетке дуло. Блядь, вообще, бакножка дует. Ну, короче, вообще, да, блядь, нам, я не знаю, недолго морозы стояли, наверное, ну, сколько там, около недели, да? У нас меньше. Ну, знаете, так, ну, неприятно. У нас где-то второй-третий день только дома тепло. А еще когда болеешь, это вообще трындец. Угу. Я сейчас думаю, все нормально будет. Еще такая хорошая зима у нас. Снега очень много. Волосы покрасила, кстати, я волосы красила где-то, знаете, в этой девочке я красила, а то неделю, неделю тому назад, да, красила я их. Сережа говорит, ты зачем красишь волосы? Тебе так красиво? Я говорю, ну, совсем, что ли, уже? О, блядь. Как так красиво, когда седина вот здесь по бокам. Как так красиво, блядь. Это, мужики, ужас. Горе у кого, блядь. Красиво будет. Просто офигенно. Уж так красиво? Аж крашу некуда. Угу. Да? Крашу некуда. С такой красотой, блин. Думаю, может быть, с Остиком на днях в гульную сходить. Пацана надо вывезти. К туалету, кстати, у меня ребенок, знаете, куда получился ходить? На пороге, где у нас эта тряпка лежала для обуви, он туда теперь ходит. Просто стерем пеленку, вот эту впитывающую. И все, девчонки. Он только ходит туда, на эту пеленку. Прямо на порог на сам. Прямо у двери. Я еще края вот так загибаю край. Бордюрчиком, да? Потому что он туда прям метит, блядь. Он же лапу поднимает, ему надо прям на дверь нассать. Вот. Между дверью и порогом. Угу. Это он сам так приспособился. И по большому туда хоть капает. Я приподнимаю пеленку. Пеленки нам хватает на 3-4 дня. Вот. Потом я пеленку убираю. Промываю все там хлоркой. И опять стерем новую пленку. Нормально. Знаете, очень удобно. Ну, как удобно. Сон писает туда, конечно. Сегодня по всей квартире писает. Вот. Просто неудобно заходить с обувью, да? Когда обувь заходишь. И приступаешь там. На коврик ставишь. Ставишь. Моги-то и все. В принципе, справляемся. Справляемся. Блиничка сейчас наготовила. У меня мальчишки проснулся с утра. А тут блины. Ай, красота. Да? Вот такая я девушка, девочки, хозяйственная. Хоть и среднего возраста. Да. Ну, хозяйственная, хозяйственная. Что сказать-то? Ну, что теперь мне сказать? Как придумать, что себя? Я не люблю. Жарко. Стоять у плиты. Я не думала, что практически баночка ушла. Немножко осталось. Видите? Я не думала, что так много идет. В принципе, пускай. Так. Сколько там штук-то? Четыре-десять. Десять. Четырнадцать. Пятнадцать. Пятнадцать. Пятнадцать штук. Плинчиков. Один блин попробовала. Первый самый, когда стала сделать. А, я вам показывала, нет блендера дома? Купили-то. Не показывала, я же не помню. Вот этот блендер купили девочки. О. Сережа, вернее, купил. Делаем этот смузи. Делаем коктейль с молоком. С малиной. Кефир, короче, с бананами. Вот, знаете, нормально. Коля у меня не пьет. Он говорит, что от 2 чекляшки свои. Я говорю, почему не пьешь? У меня когда-то будет понос. С чего будет понос, блядь? Понять не могу. Он покупает этот газированный вот этим. С красителями. Напитки-то. Оранжевая. Оранжевая. Его хоть убей с этими напитками. Хоть что говори. Компот он сварил из сухофруктов. Не хочет он это все. Как всегда. Купать чипсы. Куипсы. Всякую фигню. О, все. Красота. Вот так все сделали. Сделали сюда. И все, девочки. Красота. Блинички вкусные, кстати, девочки. Готовьте вот с этой сырной начинкой, да? Я их не сладкие делала. Да, я сразу изначально решила сделать целым. Вот. Приятного всем аппетита. вкусные, тоненькие такие. Посмотрите. А, вообще. Вообще класс. Вообще просто класс. Не ленитесь. Кормите своих мальчиков. Кушайте сами. Поправляйтесь. Вот. А я пойду мыть посуду. И усе. И усе. И будет нам счастье. Да, девчонки? Спасибо вам всем, что вы меня выслушали. За просмотр, конечно же, за комментарии. Все хочу поблагодарить. Обязательно. Как всегда. Я вам очень благодарна. Очень признательна. За то, что вы меня не забываете. Еще раз приношу свои извинения. Конечно же. Что ничего не смогла записывать. И объяснила вам, почему. Какие были на это причины. Девочки, я не знаю. Дайте вот это плита. Все. А то вы уйдете ее. Девшинки, ладно. Я пошла. Дела никто не отменял. Это. Как его. Приберу сейчас все со стола. А вымою. Посуду из-под теста. Ой. И, наверное, лягу. Фильм посмотрю какой-нибудь. Я спала. Я спала. Сейчас вечер спала. Часа три, наверное. У меня обычно такая привычка. Если у меня какие-то дела. Да, они не сделаны из вечера. Я вот так встаю. Среди ночи. Доделываю. Если спать хочется там или еще что-то. Вот. Или плохо себя чувствую. Я не рву себя. Я встану там ночью. Могу пораньше утром встать. Доделать. И, в принципе, нормально. Вот сейчас напекла блинов. Все. У меня руки свободны. А то бы я на завтра. Тоже стараюсь не откладывать. Завтра уже новые дела будут. Следующий боксар. Приеду. Буду готовить рыбной суп. Вот. Что-то надо еще готовить второе. Мясо надо достать. Делать, наверное, котлеты. Матлеты. Посмотрим. Ой. Мы пельмени купили. Тоже вот там. На фермерском магазине, да. Которую вот я показывала. Там есть ролики крестьянские. Мяса много купили. Говядина и свинина. Я хотела. Думаю, буду делать пельмени. Дома лепить. А потом, думаю, насрать. Три килограмма взяли пельменей. Три. Три с половиной, наверное. Еще. Думаю, не буду довозить. Потому что еще переболела. Такая слабость в ногах. Вообще, короче, караул. Приехали, съездили. Да, и туда на машине поехали, считай. И там вроде бы много не ходили. Часа полтора, да. На ногах там. Двух часов. По магазину, по большому магнету прошлись. Проехали домой. С полными этими пакетами, сумками. И я так себя почувствовала вообще плохо. У меня такая была слабость дикая. Я так сильно устала. Как будто вагон чего-то разгрузила там. Очень сильно устала. Я так сильно устала. У меня руки-ноги тряслись. Пришла. Все вот так бросила. И легла. Без задних ног и без задних рук. Лежала где-то минут сорок. Думаю, делайте обзор, не делайте обзор, делайте обзор. Думаю, нет, не буду делать никакого обзора. Нет. Все разложила. Потом мясо. Все разобрала. Все, короче. Полную бразилку забили. Рывем в ус. В ус не ду я. А зуб нужно долечить. И чтобы долечить зуб, надо обязательно записаться. А по звонку не запишешься. Записывай за две недели. Нужно ехать в Чебоксары. И заодно поеду, запишусь. Я куплю диван. Не куплю, вернее, посмотрю, поеду. Вот. Если решил купить, я, конечно же, сделаю обзор. Вам покажу. Голос вообще, да? Голос трубодел у меня. Это обычное дело. У меня голос вообще никогда не бывает теперь в последнее время. А язык у меня очень сильно болел еще перед Новым годом. Сейчас уже не так. Прямо это язва образовалась сбоку на языке. Ужас, короче. Этого зуба. Потом зажила. Сейчас он задевает там. Надо сверху, да, перелечивать зуб. И сверху надо закройть ломбой. Ну, видите, как все. Все скубрим, все катышим. Вот. Сережки ходили, гуляли как-то мы. На Волгу по набережной прошлись. Один-два тому назад. Сережке понравилось. Марпасаде ему понравилось. По центру прогулялись. Вот. Ну, ему нравится Марпасаде. Говорит, хорошо, говорит, у вас. Тихо, спокойно, чисто. Ему даже больше нравится, чем в Питере. Я не знаю, там в Питере хорошо, наверное, лучше, чем в Марпасаде. Он там прожил 30 лет. Ему как-то там все за тошноты надоело. Каждому свое мучила. Мне тоже Марпасаде какие-то нравятся. Домики у себя. Красота. Особенно, когда тепло. Когда не холодно. Ну, вот, вроде наговорила. Не знаю, что наговорила. Вроде наговорила, да? С вами увиделась. Была с вами рада была увидеться. Я думаю, это тоже взаимно. Всем сладких, приятных снов, конечно же. Спасибо за комментарии. Еще раз поблагодарю. Не теряйте. Не болейте. Всех с прошедшими праздниками. Всем спасибо за поздравления. Ну, что вам еще сказать? Что вам еще сказать? Я не знаю. Не так уж 30 минут болтаю. Всех обнимаю. Всех обожаю. Всем мирного неба над головой, конечно же. Главное – здоровье. Берегите себя и своих близких. С вами была я, Багера. На канале Дневник Багера. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok.